мы общество потребителей поэтому патологически неблагодарны частые в церкви посреди литургии которая вся словословие благодарность богу ты мне я тебе даже если ты бог мы потребляем божьи дары как должное и мелочно унываем считая что бог нам чего-то там не додал я вот теща там болеть дети не слушаются зарплата маленькой дальше дальше по списку я пришел на службы стою молюсь причащаюсь стал прихожанином поэтому господи ты уж не замедли разберись с моими проблемами а когда ничего не происходит начинается сомнения охлаждение порой отчаяние ребята здесь не работает все что у нас есть здоровье семья друзья вера возможность каждый день видеть красоту божьего мира это мы само собой принимаем а вот с моими проблемами вы разобраться вот это но бывает что место убавления в церкви у человека проблем только прибавляется дело не в том что бог как обидчивый дядя наказывать неблагодарного бог есть любовь а любовь не смотрит на мир расчетливой цинично но как пишет преподобный саак сирин благодарность приемлющего побеждает дающего давать дары больше прежних а кто не благодарен за мало тут и в больше лжив и неправеден за мало не научишься благодарить а за большие вовсе забудешь о благодетели такой вот духовный закон как мы учимся в церкви любить также важно научиться и благодарить благодарить даже когда жизнь вокруг совсем к этому не располагает почему лучше об этом сказал свидетель николай сербский благодарность богу воздвигает нас смертных и стления смертного освобождает от привязанности к тому с чем мы однажды расстанемся и прилепимся к живому бессмертному богу а несправедливо гонимый святителя златоуст умерший со словами слава богу за все приравнивает подвиг безропотного благодарного перенесения скорбей к мученичеству он пишет нет ничего свети языка которым несчастьях ты благодаришь бога кто перенес скорбь благодарил бога тот получит венец мученический а это уже прямая дорога царство небесное такие дела